И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Миша. И сегодня я убрал всё лишнее с стола. Давненько я не снимал видео, ребята. Теперь... Просто я уже отдыхаю от ютуба, ребята. Сегодня я буду снимать видео растения против зомби. Ну, не в реальной жизни, а из пластилина. Ну, пока что я... Ну, моя коллекция, короче. Давайте. Я пока... У меня есть растения, и сейчас я покажу древний Едипет, ребята. Вот так он выглядит. Так. Вот так получше видно. Вот так хорошо. Вот, ребята, веем так. Кто тут у нас самый первый? Первый это у нас капуста пульта. Вот она, ребята. Ну, и кто бы не снимал видео, он сейчас в совместит с пластилином. Но никто не придумал вот так вот сделать мира. Вот так вот. И там, кстати, растения, которые там выигрываются. Вот это капуста пульта. Дальше бумеранг, ребят, как такой, который вот этими своими бумерангами стреляется в зомби. Могу даже один оторвать и показать. Вот бумеранг один. Так, короче, я сейчас его сильно приклеиваю. Не буду, чтобы мне тратить видео. Но время в видео. Видео в время. Дальше идет вот этот вот, ребята, заморозка. Ледяной латук. Это ледяной латук. Вот, ребята. Дальше идет грейвбастер. Такой сорняк, который засасывает мотивы. Дальше идет бунчой. Такой салат боевой. Лучше такой салатик, бунчой, такая капуста, которая так бах-бах и соберем. Дальше идет повторяющийся пиашопер. То есть, грехострел, который двумя стреляется. Дальше идет подсолнух. Двойной. Вот, ребята. Написано Древний Едипет. Окей, Древний Едипет у нас уже есть. Дальше идет Парат Сенс. Времена пиратов, короче. Первый это у нас зернопульта, кукурузопульта. Вот, ребята, которая такая пиу-пиу. Крича такая стреляется. Дальше идет... Такой вот, ребята, цветочек дракон такой. Давайте я вот даже его вот так подниму, чтобы... Ну, короче, дождь огнем. Дальше идет кокосовая пушка. И еще такой вот шарик, который можно поставить вот так, чтобы она... Ну, короче, поняли, ребят, что сейчас произошло. Короче, она стернулась, и можно еще так ей сюда поставить, типа подставочка. Хотя, но у меня так пока что хорошо стоит, подставочка не нужна. Дальше я, ребят, буду показывать три стрела, тройного грехострела такой. Тоже из пиратов, короче, который стреляется на три дорожки, тремя горошинами. Одна на одну, другая на другую, третья на третью. Дальше идет вот этот, ребят, такой сорняк, которые зомби на него идут, а не колют себе ноги. Ай! Обещай! Дальше это такой вот горный сорняк, такой каменный. Такой же, только каменный, может, еще ломон наносит. И больше солнышек стоит. Дальше идет положенный боб, который отталкивает зомби. Когда даешься суперсил, он как встанет и вот так прыгнет. Короче, вот так. И все замерят, летят. Кстати, он на ладе там, где в пиратах подходит очень, чтобы он всталкивает в зомби, прям в воду. Потом он засыпает, потом встает и снова так делает. Дальше идет череп бомб, ребят. Короче, такая пешневая бомба, которая... Ты ставишь ее, и она сразу взрывается. Окей, ребят, пайрот, сэс, у нас есть все. Дальше у нас идет... Вот это у нас... Вилд Вест. Ребят, просите, ну, в некоторых моментах мой экран зеленеет, камера моя. Вот это, ребят, у нас ледяной пирашопер. Ну, я просто поставил, потому что я думаю, что он как-то с этим связан, с этим детям западом тут. Вилд Вест. И я его тут сделал. Дальше идет двухсторонний пирашопер. С одной стороны стреляется двумя, с другой стороны обычный голыхострел. Дальше идет... Голыхострел в случае, короче, ставишь... Короче, ставишь от голыхострела, он стреляется одним. Ставишь... Еще раз он стреляется двумя горошинами. Ставишь третий раз, он стреляется тремя. Ставишь четвертый раз, он стреляется четырьмя. Ставишь пятый раз, он пятирьмя стреляется горошиной. Дальше идет тэл нут, такой широкий орех, как обычный орех, весной орех, только дольше ест. Дальше, ребят, у нас идет Чили Боб, и он вот что делает, ребята, простите за выражение, ребят, но он реально, когда походит зомби, ест его, он съедает его, и простите за выражение, но он пукает. И зомби, которые сзади, позади него стоят, они замирают от этого запаха. Даже вот видно крестик, ну и поняли, какую роль выполняет этот крестик, какого места. Даже из-за того, что этот Боб, вот то, что я сказал, делает, он, короче, простите за выражение, пукает. Вот, из-за этого ему даже в костюмах можно взять памперсы. Короче, я этот Боб показал Чили Боб, потому что это одно из растений. Дальше идет молниеносный камыш такой. Ну, зачем добавили растений, у которого урон даже меньше грехострела. Добавили его после грехострела. Вот этот молниеносный камыш, короче, бьет молнией в зомби, а урон у него даже меньше грехострела. И, как понятно уже, то на первый раз, когда он вот так бьет молнией в зомби, просто удаляет стоком. Дальше идет арбузопульта, ребят, даже вот нельзя уже арбузь готовать. Ну, да ладно. Арбузопульта вот такая вот, ребят, идет. Стреляется, короче, арбузами. У него, наверное, урон больше, чем у капустопульта и зернопульта. Дальше идет ледяной арбуз, короче, зимний арбуз Winter Melon. Короче, ледяная такая, арбузная катапульта. Так вот, ребят, дальше идет Firefooter, ну, короче, это будущее. Что у нас первое? Давайте, первое, это у нас будет лазерный боб. Это такой боб, который из глаз, он улазив и стреляется прямо в зомберей. Из глаз. Пью. Пью. Стреляется прямо в зомберей. Вот из глаз. А когда даешь ему силу, то он берет и прямо в том вот так стреляется. Такой звук, как пыгает. Проводь. Потом. И на всю дорожку вот так стреляется. Дальше, ребята, кто там у нас дальше? Дальше, пожалуй, покажу вот такой вот апельсинчик, который набивает себе мякоть. Потом стреляется ею в зомберей. Когда даешь ему силу, то он как бы сказать, это, электрической такой мякотью стреляется и всех зомберей выбрасывать, короче, так. Дальше, пожалуй, я голограмму ореха, ну, как беззаконечный орех такой. Ну, покажу. Короче, орех обычный, голлунут. Только тут он съедает зомби, потом через некоторое время он снова появляется и так съедает. То есть ему силу, он просто становится в доспехах, а делает такую линию. Вот. Так вот, ребята, я уже сказал, что он делает такой щитный щит. С того, чтобы быть в доспехах. Дальше идет ветроду, я покажу, ребят. Короче, сдувает зомби, которые в первой части на шариках и туман. А в второй части он сдувает зомберей в заброшенном городе, зомберей на стрекозах, в будущем зомберей на ротетках. Где-то там еще есть зомберей, какие-то уже не было. Пример в пиратах и еще в заброшенном городе, которые такие на нитках. И еще зомберей, которые в пиратах на щайках привязаны. Дальше идет, ребята, такой абрикосик, персик, который отключает механизм. Например, идет какой-нибудь зомбик. Зомбарь, который в какой-то машине. Ставишь ты его, и он отключает механизм. Зомбарь пытается дальше идти, а он быстро отключился. Дальше идет, ребята, вот такой кристаллик, ребята, чудо-трова, которая стреляется в зомберя с помощью одного солнышка. Ну, ни одного я уже не помню. Или двух, походу, делает. Так вот, ты нажимаешь на нее, а она стреляется в зомберя. Когда дарешь силу, то она просто прожигает, как бы сказать, в зомберя. Одну прожгла, второго, потом еще третьего может прожечь, и все. Дальше идет вот такая вот звездочка, ребята. Подумал, она чем-то связана с будущим вот этим, и я ее сделал. Короче, она стреляется звездочками из вот этих всех уголков. Когда дарешь ей силы, она большими такими, она превращается как будто в сток монеток и большими такими звездами. Дальше идет, у меня такая редиска, не знаю, да, походу дела, которая ты ставишь на одно растение, например, потом на другое. И они на таких фиолетовых окошках. Одному растению на фиолетовом окошке даешь силу, потом такая же сила повторяется у того, которое на втором окошке, таком фиолетовом. Ну, не знаю, поняли вы меня, но вы, наверное, уже видели. Так вот, ребята, это все будущее. Дальше идут темные замки, времена рыцарей. Рыцарей. Так вот, ребята, не знаю, видите ли вы. Тут написано Dark Agis. Короче, вот, ребята, первый у нас, пожалуй, я покажу это у нас в такой пувшу, какой-то такой маленький грибок, который зомби подходит на три клетки ближе, и он начинает стрелять. Но только один минус, то что он может исчезать. А один плюс, потому что когда даешь этому грибку одну силу, он как бы вместе со своей стаей и другие грибки тоже вот так силу им передается. Если ли они стоят такие вот. Дальше идет дымовой гриб. Фу, шу, шу, короче, такой. Сами к нему подходит, и он начинает вот так стреляться пузырьками. Передаешь ему силу, он стреляется большим потопом пузырьков, ему еще отталкивается. Дальше. Двое пузырьки, потом стреляется. Дальше идет солнечный боб, ребята. Пожалуй, быстренько расскажу его силу. У него, короче, сила такая. Его зомби ест, а потом, когда ты гуляешь с этого зомби, выпадает солнышко. Когда даешь ему силу, вот, такую суперсилу, зомби его ест, он, видимо, прожигается и выпадает в солнышко. Ну, а теперь, ребята, всем пока с вами был Миша, потому что уже много времени я буду снимать вторую часть. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите вторую часть. Всем пока и пока.